Добрый день, уважаемые коллеги! Напишите, пожалуйста, в чате, есть ли звук? Есть, все окей. Есть. Вижу. Звук есть. Хорошо. Коллеги, мы сегодня с вами поговорим об развитии мышления дошкольников на занятиях по английскому языку, средства и методы. Посмотрим все это на примере серии «Детский английский». Но начать бы мне хотелось с вопросов, причем вопросов к вам. Интересно ваше мнение. Первый вопрос. Как заинтересовать ребенка изучением английского языка? Мне интересно лично ваше мнение. Как вы считаете, что будет самым таким большим мотиватором для ребенка, чтобы он решил изучать английский язык, чтобы он не сказал, что нет, он не будет изучать иностранный. Игры. Оксана Сурина пишет. Ольга пишет. Мультики и интересные стихи. Алена. Игра. Людмила Зорьевна. Картинки. Екатерина. Договорки. Пробовала очень хорошо. Про договорки мы поговорим. У нас такие пособия тоже есть. Вот хороший вопрос. Анна Ковальчик спрашивает. А какого возраста ребенка? В принципе дошкольника. То есть вообще в принципе дошкольника. квесты, игрушки, песни, игры, мультфильмы. С маленькими нужно не изучать, а играть в английский. Елена Гогина пишет. Абсолютно правильно. Мы об этом как раз и будем весь вебинар сегодня говорить. Рассказы про страну. Да, действительно можно этим заинтересовать ребенка. Он, соответственно, будет с удовольствием учить иностранный, непонятный ему язык. Но это же способом мотивации. Это сложный вопрос. Вот поэтому я сложный вопрос вам и задаю, коллеги. Вот именно как вы считаете, все-таки с вашей точки зрения заинтересовать дошкольника изучением английского языка? Вот, хороший комментарий в чате. Им интересная иноязычная речь сама по себе. Да, то есть вот что-то за иностранный язык такой, да, им это интересно. И, соответственно, они начнут заниматься. Сделайте уроки интересными, новыми, динамичными. Пальчиковые игрушки хорошо. Да, действительно хорошо. Сказки. Отлично. Ну, довольно много мы всяких разных, да, с вами увидели и способов, и в принципе, да, как бы способов поднятия мотивации у ребенка. Рассказать сказку о чудо-стране, и чтобы туда попасть, нужно знать язык. Вот видите, мы выкрутиться в педагогии можем из любого абсолютно, из любой ситуации. Как не отбить интерес к изучению английского языка? Вот когда мама говорит на английском языке, да, то, соответственно, тут уже интерес у ребенка соответствующий. Не рассказывать ребенку про ЕГЭ. Ну, пока лучший комментарий за уже два вебинара на эту тему. Никогда не критиковать. Согласна. Не загружать информации. Давать посильные задания. Что еще вот такого, либо вот не делать, чтобы, не дай бог, не отбить у ребенка интерес. Не доставать фонетикой. Об этом сегодня я наверняка, этот вопрос еще поднимем сегодня с вами. Не кричать, конечно же, да, с детьми. Вот то, что мы сами видели, например, кто был на вебинаре, либо у Ильи Михайловича в прошлый раз, на прошлой неделе, 19-го, либо до этого на вебинаре автора Натальи Александровны Юшиной, да, она показывала видео с урока с маленькой-маленькой девочкой 4-х лет, да, вот насколько и вот как, да, она как педагог себя вот с ней поставила и ведет. Вот какой-то должен быть голос, да, то есть здесь, естественно, ни крика, ни ничего, да. Маленьким тяжело, да, действительно им тяжело, поэтому мы их развиваем в первую очередь. Задания должны быть разнообразные, всего по чуть-чуть. Анна Ковальчук пишет правильно, да, согласна с вами. Не пугать ребенка своим плохим настроением, действительно, все зависит и от учителя тоже, да. Не заострять внимание на ошибках, корректировать их очень мягко. Такие у нас сегодня хорошие и добрые учителя или воспитатели. Мне вот, кстати, интересно, в основном кто нас слушает? Школьные учителя, может быть, воспитатели детских садов, частных центров, дошкольных. Вот школьные учители у нас есть, еще школьные учителя. Ага, пока в основном вот в чате школьные учителя отписываются. Да, не ругать их, не заострять, внимание на ошибках. Школьные учителя, частные курсы. Хорошо, значит, у нас сегодня будет еще и мнение, есть такое, да, немножечко для нас, может быть, еще чуждое, да. Частная студия, очень-очень хорошо. Побольше улыбаться, и, соответственно, на интересы у ребенка мы этим не отобьем, конечно. Учитывать возрастные и индивидуальные особенности. Вот, очень хорошо, у нас и воспитатель доу есть, и на курсах. Вот есть еще коллега, кто работает в школе, и на курсах. Чаще хвалить, да, то есть в принципе хвалить. Хорошо, коллеги, значит, можно сделать такой вывод, да, из того, что прочитала в чате. Вот еще вижу частная школа, очень хорошо. Из того, что прочитала в чате, это ваши, да, ответы на вот два поставленных вопроса. Собственно говоря, эти ответы ваши делают, можно сказать, да, they made my day. Они сделают прям очень хорошо наш вебинар в нужное нам русло, потому что мы именно об этом сегодня будем говорить. Об играх, об сказках, о том, как поддержать этот интерес, о том, что у нас есть в наших пособиях, чтобы поддержать этот интерес. Как не превратить урок в кружок уроки шитья. Обязательно об этом скажу сегодня. Вот хороший, как раз, да, Арпиа Копян. За каждый их маленький успех хвалите какими-то маленькими подарочками, например, конфетами. Вот мы и про интерес, про кого поддержать, про все сегодня будем говорить. Да, и про то, что их, и как, и что, и зачем их хвалить можно, а где не перестараться. Но начнем мы, конечно же, с мышления. Потому что у детей дошкольного возраста преобладает нагляднообразное мышление. Соответственно, нагляднообразное мышление дошкольников позволяет нам вовлекать их в процесс обучения. Потому что когда мы с вами задействуем фантазию и воображение дошкольника, то мы можем добиться от него еще больших успехов в усвоении иностранного языка. Мини-театры. Я все еще вижу, у вас есть иногда хорошие идеи. Активное использование красочных иллюстраций и разнообразного демонстрационного материала во время занятий английским будет способствовать развитию нагляднообразного мышления и лучшему усвоению материала. То есть у нас с вами, у дошкольников, особенно в возрасте 3-4 лет, у них очень остро развивается и очень быстро оно у них действует и преобладает нагляднообразное мышление. Соответственно, нам этим нужно пользоваться. Воображали они все очень хорошие фантазеры. Все это нужно привлекать на уроки, на занятия английским языком. Так как у нас с вами, в принципе, есть всего 20 минут на такое вот занятие, за 20 минут нам нужно успеть очень много. И главное все, чтобы это было продуктивно и чтобы не превращался наш с вами урок в урок рисования, допустим, да, чтобы там обязательно что-то было от иностранного языка. Но при этом дети всегда должны быть чем-то заняты, потому что у нас с вами, согласно в ГОСДО, основное это развитие детей. Мы должны их развивать. Что касается вопроса, а как это контролировать, как мы можем с вами проконтролировать, насколько ребенок развит. Особенно, если мы с вами касаемся только иностранного языка. По сути, никак. Наш максимум, это мы можем проводить для родителей спектакли, да, какие-то концерты, отчетные занятия, да, открытые занятия можем провести так, чтобы родитель сам пришел тот или иной, да, и посмотрел на своего ребеночка, насколько у него вырос вот потенциал, да, в изучении иностранного языка. Да, какие новые слова он знает, что он уже может сказать, как он себя, ребенок, ощущает, когда говорит на иностранном языке. Вот все это, то, что сам родитель глазами увидит и будет для нас таким контролем, да, отчетностью. Но, по сути дела, да, согласно федеральному государственному образовательному стандарту для дошкольников, мы не можем детей контролировать. Мы не можем проводить диагностику, мы этого делать не должны. Мы их развиваем. Соответственно, наша тема сегодняшней обмышлений как раз в русле в ГосДО. Перед вами сейчас пример и способия развивашки. Здесь, ну, очень красочно, мы видим, да, на этом развороте ярко изображены, да, морские жители. Вот как вы думаете, будет ли способствовать поднятию и поддержке, да, мотивации? Поддерживать мотивацию можем мы вот такими вот яркими иллюстрациями, такими пособиями? Конечно, пишет Людмила Зорина. Будет ли такое вот, да, такое пособие привлекать детей к тому, чтобы что-то делать, еще и параллельный язык изучать? Да, прекрасно. Чем красочнее, тем лучше. Конечно, да, ну, красочность у нас тоже, да, должна быть какая-то определенная, умеренная, конечно. Но, тем не менее, да, когда все соблюдено, все санпины и так далее, да, вот получаются такие красивые иллюстрации. Да, и главное то, чтобы они у нас не просто раскрашивали, не просто что-то, не знаю, дорисовывали, да, а делали это с какой-то определенной целью. И вот на первом занятии, например, по пособию развивашки, самому интересны такие задания, очень хорошо. На первом занятии по пособию развивашки мы просим детей восстановить рисунок, соединив точки, потому что мы им показываем, что вот посмотри, здесь не все рисунки дорисованы до конца, а после того, как он соединяет точки, он еще и спросит разрешение, можно ли дораскрасить там, где моря немножечко не хватает, да, там, где синяя вода. Мы, конечно же, разрешаем, и он это очень быстренько, да, докрашивает, потому что там очень маленькие такие области, да, которые получаются незаполненными. И мы спрашиваем ребенка после того, как он все это делает, что же у нас получилось, как ты думаешь, о чем эта книжка, да? Ребенок высказывает все свои догадки, что и как он будет изучать в этой книжке, что за новые слова он здесь освоит. Обязательно он, конечно же, расскажет, где и кого из этих животных он уже видел, наверняка он в дельфинарии, может быть, был, да, с родителями, либо расскажет, как он ездил на море. И после этого мы спрашиваем мнение ребенка, да, для развития как раз образного мышления. Как ты думаешь, кто скрывается под знаками вопроса? Нарисуй. Смотрите, рисование у нас здесь идет во вторую очередь. Мы не ставим перед собой первой задачей, чтобы ребенок там что-то красиво изобразил, нарисовал. У нас не урок из зо, конечно же. Мы спрашиваем его мнение, как он думает, что там скрывается или кто там скрывается, да? Ребенок, соответственно, высказывает свое предположение, вы смотрите по времени, если у вас тем более есть время на то, чтобы изобразить, да, вы либо оба кружочка с ребенком заполняете каким-то, да, предметом или каким-то животным, либо, может быть, одно делаете на занятии в классе, а второе, может быть, ребенок возьмет с собой домой. Если вы это просто занимаетесь дома с своим собственным ребенком, да, то тем более у вас на это есть время, и творчество здесь будет вовсю приветствоваться. По знакам вопроса ребенок точно нарисует спанч-боба. Я думаю, что... Коллеги, вот видите, развитие даже и у нас на вебинаре, вот мы сейчас с вами узнаем, кто такой спанч-боб. Прекрасно. Ой, ну вот видите, я сама тоже вместе с вами просветилась. Ну, может, не знаю, что там ребенок нарисует или напишет, да, но будем надеяться, что он там что-то очень оригинальное придумает. В любом случае, он у нас с вами занят не просто раскрашением, не просто дорисованием. Мы от него выясняем какие-то определенные вещи, настраиваем его на цель обучения. Мы с вами в любом случае развиваем у детей мышление определенными методами. Давайте посмотрим, какие же есть методы обучения иностранному языку для дошкольного возраста. Это проблемные истории и сказки, это песенки и рифмовки, игры и упражнения, работа с учебником и тетрадью, в нашем случае это работа с пособиями, продуктивная деятельность. Мы посмотрим с вами сейчас немножечко подробнее у каждого из этих пунктов, и сразу же будем на тот или иной пункт смотреть примеры из серии «Детский английский». Начнем с проблемных историй и сказок. Проблемные истории – это один из основных методов обучения иностранному языку. Давайте посмотрим, почему. В принципе, дошкольнику интересно говорить про кого-то или про что-то, или как что-то делается. Именно поэтому значение проблемных историй очень высоко, потому что ребенок интересуется не самим языком, а то, как он в этом языке будет участвовать, насколько он во всем этом замешан. Соответственно, ему нужно придумать какую-то проблемную историю, в рамках которой он будет кого-то помогать, спасать и так далее. Такие истории будут способствовать и психологическому развитию детей. Участие в действии таких проблемных историй позволит детям почувствовать себя сильными, умными, смелыми, знающими. За счет чего это происходит? Это происходит так, как дети чувствуют себя опытными, умными, помогая персонажу, который что-то не знает, не знает, который попал в беду. Часто мы придумываем такие истории, в рамках которых у нас, не знаю, есть какой-нибудь действительно персонаж, который что-то не знает, и ему нужно рассказать и научить, да, какой-то незнайка, допустим, и мы его чему-то учим. Либо у нас есть, наоборот, очень умный персонаж, который нам что-то рассказывает, да, и чему-то нас учит. Либо у нас есть персонаж, который попал в беду, и чтобы его спасти, нужно сделать какое-то определенное задание, выучить новое слово, да, выполнить какое-то, распутать какой-нибудь лабиринт, допустим, да, и так далее. Выучить рифмовку, может быть, спеть песенку, да. То есть у нас в любом случае есть какой-то рычажок, который поможет ребенку внутренне для себя решить, что это проблемная история, необходимая, ему важна, и, соответственно, иностранный язык здесь будет выступать в качестве такого фона, который, собственно, нам-то с вами и нужен, а ребенок будет непроизвольно его запоминать. В сказке, если сравнить сказку с проблемной историей, есть неизменность и постоянство. Сказка — это то, что мы с вами в голове сразу вспоминаем once upon a time. Детям важно слушать сказку раз за разом, испытывать радость узнавания и удовольствие от сбывающихся ожиданий. То есть сказка — это не то, что мы с вами один раз, да, там, посмотрели, допустим, с детьми мультик или прочитали детям эту сказку и забыли про нее. Нет, конечно. В конце концов, да, мы можем вспомнить свои ощущения от того, что, допустим, дедушки и бабушки, да, рассказывали нам сказки, может быть, по нескольку раз одну и ту же, да, и она уже запоминается и где-то крутится в голове, но от этого делается ничуть не грустно, от этого, наоборот, только приятно, да, уже знаешь, что будет следовать дальше, да, и на основе этого можно, не знаю, сказку переделать, пересочинить, как-то использовать ее в какой-то, может быть, игре и так далее, да, в инсценировке, например, для того же самого открытого урока перед родителями. Сказка дает возможность проработать сложные вопросы отношения с миром и пройти болезненные точки своего развития. Соответственно, у нас ребенок развивается с точки зрения личности. Давайте посмотрим на примеры из серии «Детский и английский». Перед вами сейчас четыре первых книги из 12. Это книги для детей 4 лет. Авторы Радислава Петровича Мюнирова и Натальи Александровна Юшина. Курс «12 шагов». И сейчас на слайде перед вами стихи и загадки. Автор Юрия Геннадьевна Курбанова. И пособия с мобильными приложениями. Автор Алексей Васильевич Конобеев. Давайте начнем с 12 шагов к английскому языку. Я вам не просто так показываю сейчас слайд с содержаниями занятий. Мы с вами говорили о проблемных историях. То есть у детей что-то всегда замешано вокруг того, с чем они уже знакомы. В том числе и, например, тематика в курсе «12 шагов». Она очень жизненная, максимально приближена к ежедневной деятельности ребенка. Посмотрите, раздел 2, например. «Здоровые привычки». Какие у нас есть там подпункты? Утренняя зарядка, утреннее умывание, готовимся к завтраку. То есть ребенок встречается с тем, с чем он, в принципе, сталкивается каждый день. При этом он теперь узнает, как те или иные слова, те или иные действия, которые он уже знает, и как в родном языке их назвать, как они будут на английском. То есть мы его ничем лишним не пичкаем, никакими лишними словами голову не забиваем. У нас все по делу. Посмотрите, описание персонажа и действия фотографии делаем зарядку. Описание действий персонажа по рисунку умывания и так далее. Или раздел 3. «Завтрак». Что у нас здесь есть? Например, еда на завтрак. Обсуждение ситуации по картинке «Алекс и Сандра завтракают». Или «Где же ложка?» Обсуждение столовых приборов, необходимых для завтрака и так далее. То есть все ситуации у нас здесь как раз проблемные. Они очень жизненные и для ребенка 4 лет очень-очень необходимые и нужные. «А сказка на языке или на русском?» спрашивает Анна Ковальчук. Вы знаете, в принципе, здесь разные ученые пишут по-разному. Кто-то придерживается мнения о том, что нужно сначала сказку рассказать на русском, а затем ее же рассказать на английском. В принципе, если у вас на это есть время, и вы видите, что детям это не будет скучно, то вы, конечно, можете это делать. Чаще всего и психологи, и методисты не придерживаются мнения, что лучше в русскую сказку делать вкрапления каких-то английских фраз, слов, иногда даже предложений целых. Что, в принципе, например, и задействовано в курсе 12 шагов к английскому языку. «Сказку» я уже неоднократно включала, поэтому я... Да, вот коллеги уже комментируют как раз. Ярослав Петрович у нас есть сегодня в чате, так что, коллеги, пользуйтесь случаем, задавайте вопросы. Автор подскажет. «Сказка в 12 шагах на двух языках. Основной сюжет на русском языке, а в контексте используются английские фразы». Вот то, что я сейчас как раз вам сказала. «Сказку» мы, единственное, сегодня с вами слушать не будем, но я сначала хотела вам включить другой эпизод из «Сказки», а потом решила, что нет, я вас тоже помучаю, как вот, в принципе, да, и детей, чтобы вам было еще интереснее переходить на последующие вебинары, а включу я вам сегодня только песню, когда мы с вами дойдем до раздела о песнях. Вот тогда мы с вами послушаем именно песенку из «12 шагов». «Родной язык помогает создавать полностью понятную детям ситуацию». Вот Людмила Зоидна пишет. «Я читала, что использование двуязычия некорректно, непрофессионально. Правда ли это? Я лично не согласна». Вот я вам и говорю, коллеги, что очень часто мнения методистов абсолютно расходятся, да. Скорее, что, и на мой взгляд, и в принципе в преподавании иностранного языка, лучше придерживаться того, что вы как педагог считаете наиболее приемлемо для ваших детей, то есть для той или иной группы, вам нужно подстраиваться под них. Если вы видите, что у них что-то действительно очень идет, и им это нравится, и мотивация от этого только растет, может быть, им от того, что они слушают сказку, не знаю, половину сказки на русском, половину сказки на английском, может быть, им от этого как-то еще будет веселее на уроке, всякое бывает. Здесь уже нужно ориентироваться на ученика, все-таки на личность ребенка. Перед вами сейчас как раз четыре первых эпизода сказки «Приключения Сандры и Александра в волшебном саду». Есть у нас также, да, и в курсе «12 шагов» маски уже, да, сготовленные для того, чтобы инсценировать сказку «Колобок». То есть все это просто разрезается, наврезаются глазки, и есть здесь куда резиночку, да, соответственно, детям можно будет ставить, и из этого делают уже полноценные маски, да, для спектакля. Мы с вами дошли до песенок и рифмовок. Песни создают положительный эмоциональный настрой. Дети готовы и хотят слушать их повторно, хотят их петь снова и снова, и все это нам на руку, потому что благодаря этому ненавязчиво происходит закрепление языковых навыков. Мы с вами выучили какое-то новое слово, новую фразу, если мы ее после этого будем использовать с вами либо в песне, а это еще даже лучше, чем рифмовка, да, либо в рифмовке, но мы будем с вами отстукивать, например, ритм, или мы будем делать какие-то определенные движения на какие-то определенные фразы, то это у детей будет откладываться в голове просто на подкорку. Стихотворная речь легко запоминается благодаря своей ритмичности и рифмованности. Ритм помогает синхронизировать и стабилизировать нейрофизиологические процессы в организме, что напрямую, конечно же, связано с процессами мышления. Давайте мы сейчас с вами не просто почитаем, а мы сейчас послушаем с вами песню «There is a tree», чтобы не просто смотреть на слайд. В чате у нас как раз идет очень активное обсуждение. Правда, еще до сих пор про сказки, но я надеюсь, что мы сейчас очень плавно перейдем с вами на песни. Давайте послушаем песню. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коллеги, вот такая вот замечательная песенка. Так, вот Людмила Зоя напишет, классная песня для изучения фруктов. Действительно хорошая песенка. На утреннем вебинаре спрашивали, есть ли иллюстрации к этому всему. Мы с вами увидим, когда будем смотреть на пазлы, то есть как раз и изображение всего этого действия, которое происходит в песне. Так, ну, не будем обсуждать, наверное, про в школе. Мы сегодня все-таки про дошкольников говорим с вами. Мне понравился вот комментарий про грамматику в виде песенок. Грамматика в виде песенок интересно работает. В начальной школе во время тестика начинаю петь, раз, и все справились с заданием. Вот, так что, коллеги, призываю к тому, чтобы песни все-таки использовать на уроке. К тому же, вот посмотрите, да, здесь, например, на There is такая хорошая песенка. Еще один пример тоже из курса 12 шагов к английскому языку. Задание повтори, repeat. У нас здесь с вами рифмовка. Рифмовка – это то, о чем я говорила. В данном случае она здесь четко держит ритм. Time for dinner. I'm hungry. You are hungry too. Time for dinner. Sit down to table. Let's eat the soup. Смотрите, да, четко можно придумать хлопки на определенные слова или в определенный какой-то ритм. Можно придумать какие-то действия, чтобы что-то показывать на определенную строчку. И так далее. То есть здесь методов для того, чтобы еще лучше запомнить и как-то это динамично проговаривать с ребенком, множество. В пособиях Юлии Геннадьевны Курбановой, например, в разделе на страничке 4 и 5, где мы проходим слово peacock, у нас тоже есть замечательные, конечно же, рифмовки. Посмотрите на павлина. Нет важнее господина. Примечательная птица. Так хвостом своим гордится. Многих он герой открыток. Так красив, блестящий peacock. И на правой стороне разворота у нас всегда содержится загадка, которая, соответственно, последнее слово, да, и будет то слово, которое до этого мы выучили в стихотворении. Он с осанкой горделивый распушил свой хвост красивый. Веер самый настоящий, весь узорчатый, блестящий. Угадайте с двух попыток. Кто же это? Это peacock. Соответственно, когда мы многократно повторяем, да, с детьми то или иное слово, а после этого мы что-то еще выполняем. Вы видите, здесь одного упражнения не хватает, потому что оно у нас идет в другой раздел сегодня наших методов обучения дошкольников, да. Когда мы неоднократно повторяем что-то, у детей это запоминается уже автоматически. Ну, конечно, не реклама по телевизору, да, но способ выбираем, в принципе, тот же самый. Мы с вами дошли до игр и упражнений. При использовании игр, а игры это важная часть, да, в принципе, детства любого ребенка, при использовании игр важно понимать, чем они будут привлекательны для детей и в чем будет элемент игры, да, чтобы у нас не путались все-таки игры и дриллинговые упражнения. Игровое действие может состоять из поиска и нахождения предмета, из загадывания и отгадывания, из соревнования, из изображения сюжета и ролей и так далее. Не все игры, однако, которые предполагаются и предлагаются в различных методических пособиях для занятий иностранным языком, это будут в полном смысле слова «игры». Если мы просто на столе с вами раскладываем какие-то карточки и просим просто брать карточку или тем более показывать, допустим, на нее пальцем и говорить, что это изображено на английском, да, это уже будет не игра, это будет просто упражнение дриловое. Упражнения полезны, то есть такие дриловые упражнения не, конечно же, нужны, но они полезны уже в чуть более старшем дошкольном возрасте, так как они требуют объяснения для ребенка, зачем нужно это вообще выполнять, зачем нужно что-то называть по-английски, когда у ребенка появляется уже слишком много вот этих каких-то лишних вопросов, зачем ему нужен этот учебный мотив. Соответственно, для уже таких старших дошкольников, если мы хотим с вами использовать все-таки дриллинговые упражнения, то наилучшим выходом будет соединять учебный мотив с игровым, то есть соединять форму проведения учебную с игровой ситуацией. Таким образом, мы из этого всего выйдем. У нас дети еще любят играть, но тем не менее мы их уже постепенно приучаем, потому что им все-таки скоро в школу, допустим, шестилеткам, им уже скоро в школу, и уже стоит как бы игру превращать больше к, ближе к упражнениям. От года до четырех лет, это, как правило, предметно-манипулятивная деятельность, то есть мы что-то делаем, какие-то манипуляции с определенными какими-то предметами. И идет у нас очень резво идет развитие мелкой моторики, чем мы, собственно, во всех особиях наших и, конечно же, занимаемся. С четырех лет это уже сюжетно-ролевая игра, и с шести лет это учебно-игровые ситуации, игры с правилами, либо это могут быть режиссерские, или сюжетно-ролевые игры. Хорошо, коллеги. Хорошо, что есть Радислав Петрович в чате. Он очень хорошо как раз по поводу артикуляции, постановки произношения может подсказать. Вот, коллеги, я говорю, пользуйтесь. Примеры. Давайте посмотрим на примеры. Первый пример из «12 шагов к английскому языку». Седьмое упражнение. Поиграй в игру. Play the game. Любое седьмое упражнение в занятии – это будет игра. Игра у нас с карточками, но мы не просто перед этими раскалываем карточки. У нас есть описание того, как в эту игру нужно играть. Во-первых, у нас есть заготовленные уже карточки, которые нужно только разрезать. Они будут, соответственно, в занятии, номер занятия будет совпадать с номером, написанным на карточке. И в книге для воспитателей и родителей у нас есть пояснение, как в игру играть. Заранее подготовьте карточки с картинками к занятию «7». Покажите картинки детям, называя их по английски. Затем разложите карточки в разные места в комнате. По очереди попросите детей принести определенную карточку. Например, «bring me». После того, как дети помогут вам собрать все карточки, поиграйте с детьми в прятки. Как играть, да? Переверните карточки с изображением вниз, каждый раз называя изображение. Например, «it is». По очереди попросите детей вспомнить, где лежит нужная вам карточка. Перевернуть ее, показать всем и сказать «it's». Подтвердите выбор ребенка. «Yes, well done, it's». А если ребенок открыл карточку неправильно, то нужно переспросить у него «is it?», «no, it?». И снова попросить найти спрятавшийся предмет. То есть посмотрите, особенно это очень удобно для молодых преподавателей, молодых воспитателей, которые только-только пришли, столкнулись с тем, что им нужно вести, допустим, кружок английского языка в детском саду. Замечательно, что все это расписано, все это есть. И вот такие подробные описания к каждому упражнению курса. Еще один пример тоже из курса «Дзнать шагов к английскому языку». Здесь уже у нас ролевое общение. Воспроизведение ситуации по серии картинок. Чарли и Китти кормят Микки Мауса. Расскажите детям о том, что их друзьям тоже иногда бывает скучно, и было бы вежливо пригласить их в игру. Прочитайте детям английские выражения, указывая на соответствующую картинку. Let's play. Take the ball. Give me the ball. I like to play. Смотрите, вот он, комикс сам в пятом упражнении. Вот они, красивые картинки, иллюстрации, то, о чем мы говорили в самом начале. Короткие, ясные фразы, которые пригодятся, они нужны для конкретной ситуации общения. Это все на уровень, соответственно, ребенка. То, чем он, в принципе, занят какой-то игрой. К тому же мы воспитываем ребенка, в принципе, как личность, потому что мы учим его, что друзей нужно не забывать и тоже приглашать, конечно же, в игру. Давайте посмотрим на работу с учебником и тетрадью, как метод обучения иностранному языку. Любой учебник или пособие по английскому для дошкольников должен давать возможность действовать самостоятельно. То есть рассматривать что-то, раскрашивать, рисовать, искать информацию, отгадывать. Это очень краткий перечень того, что, в принципе, ребенок с пособием может делать. Такой учебник, такое пособие развивает внимание, мышление, воображение, память, графические навыки и, конечно же, параллельно развивает мелкую моторику. Пример такого упражнения. Посмотрите, нам нужно выполнить задание, в котором распутать линии, определить, кому принадлежат потерянные вещи. Но мы не просто развиваем здесь мышление, ничего не говоря при этом на английском. Нет, конечно. Мы с детьми повторяем новую фразу. И просим детей от имени каждого члена семьи называть вещи, соответственно, до какого-то веревочка будет вести. Посмотрите, то есть сколько есть всяких разных возможностей вплести в канву занятия, просто развивающего, даже какого-то занятия, развивающего упражнения, английский язык. Еще один пример на работу с учебником и тетрадио. Выполни задание и скажи, don't say. Нам нужно обвести, соответственно, у нас получатся предметы, да, тарелка с ложкой. И нужно сказать, что это такое, представить эти два предмета, которые только-только изучили, да. Пример из пособия Юрия Геннадьевна Курбановой, стихи и загадки об игрушках. Найди подходящие мячи для каждой игры. Да, вроде бы у нас тоже похожие задания, соответственно, у нас дети вот развиваются, и мы можем их еще раз спросить, а как будет мяч по-английски. И ребенок, который до этого уже выучил стихотворение про мячик, конечно же, нам это скажет с большим удовольствием. Еще и стихотворение наизусть расскажет, потому что они очень такие забавные. Вот это упражнение из пособий Алексея Васильевича Конобеева, о чем говорят животные. Очень тоже вызывается намного интересных вопросов. Как же детям все-таки соединить? Они же у нас не читают еще и не пишут, да, это совсем-совсем маленькие дошкольники. Даже эти пособия мы рекомендуем для от трех и выше лет, да, соответственно. Дело в том, что дети у нас здесь запоминают слово целиком, они запоминают образ слова. Соответственно, они будут искать образ того самого слова, которое было написано около изображения с кошечкой, и, соответственно, да, именно ту выноску с тем словом, да, тем звуком, который произносит кошка, допустим. То же самое у нас со всеми остальными животными будет происходить. То есть в крайнем случае, если дети, да, не запомнил он совсем образ этого слова, он всегда может сам вспомнить, где он в книжке это видел, отлистать назад и сравнивать образ слова, написанного на развороте, посвященному тому или иному животному, с написанными здесь, да, на вот этом большом развороте. Вот если детей готовят таким образом с садика, то в школе мы получим очень хорошую результативность, или точно 100 баллов. Вот видите, вот поэтому мы будем думать о том, что все-таки не стоит доцикливаться только на том, чтобы вбить в голову несчастных зашкалят английский язык, тогда, когда мы можем, да, с вами, исключительно развивая ребенка, замечательно, да, дать ему вот эту возможность уже начать изучать иностранный язык. Посмотрим дальше. Дошли мы с вами до продуктивной деятельности. Что включает в себя продуктивная деятельность? Включает она в себя не только рисование и раскрашивание, так как, как правило, такой деятельностью, продуктивной деятельностью называют то, когда ребенок у нас в результате получает видимый продукт. Это может быть рисунок, это может быть поделка, аппликация, какая-то конструкция. Сами действия при этом должны быть простыми и уже освоенными. Для чего? Для того, чтобы занятие не превратилось в кружок кроки, шитья, лепки, не знаю, рисования. То есть в любом случае нам нужно как-то, да, заранее подготовиться, знать, кто из детей, допустим, может быть, плохо умеет пользоваться ножничками, да, вот этими детскими пластмассовыми. Соответственно, нам нужно с таким ребенком заранее этот вопрос проработать. Может быть, что-то разрезать заранее. Может быть, нам просто, в принципе, заранее подготовить что-то, да, на зарезание, чтобы ребенку оставалось в конце, там, ножницами буквально 2-3 штриха отрезать, и у них уже будет готовый материал для аппликации, допустим. Мы делаем с ними выкройки в том числе, да, вот я вам покажу уже не раз, наверное, показываем его, да, кита, да, которого делали тоже по выкройке, да. Все это при чем, вот, посмотрите, да, пожалуйста, из уже заготовок, которые даны в пособиях, это какие-то, то есть пособия Юрия Геннадьевна Курбанова из «Стихии загадки о подводных жителях». То есть если заранее подготовиться и знать, на что способны дети, то, в принципе, у нас никогда занятие не превратится вот в все эти 20 минут только в раскрашивание, только в какие-то, да, там, складывания из бумаги и так далее. В любом случае, это будет уже урок, да, занятие по английскому, потому что мы будем в процессе того, как что-то будем делать, мы будем повторять английский язык. Еще один пример на продуктивную деятельность, это из как раз «12 шагов к английскому языку», то, что я вам говорила, пазл, мы с вами слушали песенку, да, о волшебном Magic Garden. Вот как раз Magic Garden у нас здесь нарисован, да, Алекс и Сандра в него смотрят, все, о чем пелось в песне, пожалуйста, представлено, да, что от нас требуется, это разрезать сначала картинку на кусочки, да, по пунктиру, а затем собрать. Пожалуйста, продуктивная деятельность, в конце получится готовая картинка. Какое время отводится на продуктивную деятельность? Время на продуктивную деятельность у вас будет отводиться относительно того, что вы на это занятие спланировали. Если вы, допустим, прошли уже до конца какое-то одно из занятий в курсе «12 шагов», вы уже можете поощрить детей последним эпизодом, да, после которого как раз идет вот эта песня, которую мы с вами слушали, то почему бы в конце, после прослушивания песни, не раздать детям замечательные пазлы и не попросить их собрать? Они же только что слушали вот такую песню со всеми же им знакомыми словами, они знают, что такое пэ, например, да, и банана. Соответственно, они с большим удовольствием соберут такой вот очень небольшой пазл, а у вас, соответственно, получится, что это будет продуктивная деятельность. Такой пример, да, я говорила о том, что раскрашивание входит в раздел продуктивной деятельности. Например, игровое задание самолетики. Попросите детей раскрасить самолетики по образцу и назвать их цвета. Мы не просто раскрашиваем, мы еще и говорим по-английски в процессе раскрашивания. A red plane, a green plane, a blue plane, a yellow plane. Пожалуйста, все это у нас присутствует. Либо мы просто, да, один общий рисунок какой-то раскрашиваем с помощью цветных карандашей, уже чередуя какие-то цвета, можем просить их называть эти цвета. Если детям что-то сложно вспомнить какое-то слово, цвет он забыл, допустим, или, я не знаю, еще какое-то слово он забыл, допустим, у нас будет с вами не самолетик, а кукла с другими игрушками, да, если будет больше, да, рисунок, и такие тоже присутствуют в пособии. Вы просите его что-то назвать, он что-то забыл. Мы с вами с этого начинали вебинар. Ни в коем случае нельзя, чтобы ребенок расстраивался, чтобы ему казалось, что у него ничего не получается. Вам будет абсолютно несложно ему один раз подсказать, потому что потом он с этим словом еще не раз столкнется, и не будет ничего криминального, если он вам прям сразу на этот вопрос не ответил. Главное – это не отбить у ребенка желание посещать такие занятия и вообще, в принципе, заниматься иностранным языком. Еще один пример на продуктивную деятельность из пособия Юрия Геннадьевна Курбановой. Вот мы с вами читали как раз про пикок, да, стихотворение. Игрушку по выкройке, выкройку с определенной странички мы берем, мы как раз и вырезаем. Я вам показывала готового кита, да, из этого же пособия, а вот, например, из других страниц это будет, например, птица. Ну вот на вопрос Оксаны Владимировны сразу ответили. Такие творческие задания в пособии предусмотрены для каждого занятия. Все пособие построено на творческих занятиях, других нет. Пишет Рябислав Петрович. Мне нравятся вопросы от Александры. Такой вопрос. Не будет ли ребенку скучно в школе, если он изучал язык в детском саду? Смотрите, в школе ему не будет скучно, потому что мы в детском саду его не перегружаем лишними знаниями, теми, что мы проходим во втором классе. Когда дети приходят у нас во второй класс, в принципе, по любому учебнику, да, не будем заставить внимание на каких-то определенных, у нас идет изучение алфавита. Мы уже учим рифмовки, посвященные алфавиту, посвященные каким-то самым началом, да, азам грамматики. Соответственно, это никак не пересекается с тем, что мы делали в дошкольном возрасте. Мы же никак этому всему не мешали. От того, что он знает только больше лексики и больше слов, ему скучно, и он не будет. Потому что, посмотрите, если использовать такие пособия, да, они у нас не просто выучат слова cat-dog, а если использовать, например, пособие Юрия Геннадьевны Курбановой, здесь уже будут даже подробности, да, например, как будет павлин. То есть, вот в школе, да, во втором классе, я думаю, до слова павлин вряд ли мы можем, да, сразу прям вот так дойти. То есть, это будет еще большее развитие ребенка. Это то, что, да, Выгодский назвал зоной ближайшего развития. Соответственно, мы ее затрагиваем, и дети у нас тем самым просто будут еще более развитые. Так что, соответственно, ребенку в школе не будет скучно. Ему будет, наоборот, только более, он будет себя чувствовать более уверенным, более продвинутым, да, и не будет себя, не знаю, ощущать на фоне других, да, что вот как же так вот. Мама того ребенка водила в такую группу, да, подготовительную, а меня не водила. И вот я не знаю такого слова, а он вон какой умный, он такое слово знает. Это, конечно. Так что, в принципе, то, что в детских садах сейчас, как бы кружок английского языка, ну, советую, чтобы он, в принципе, присутствовал, это только к лучшему. К тому же, когда есть уже пособия, да, которые можно при этом при всем использовать. Еще пример на продуктивную деятельность. Делаем аппликацию. Смотрите, мы заранее готовим все части аппликации, затем ребенок уже их просто приклеивает. То есть, опять же, здесь не такая уже громоздкая работа, но при этом мы можем и слово вспомнить, и стишок еще раз прочитать, и загадку. Пример из пособия Алексея Васильевича Канабеева, да, мышку. Здесь у нас продуктивная деятельность в том, что мы докрашиваем картинку. Причем на картинке уже есть начало цветов, да, то, что мышка серенькая, то, что носик у нее там розовенький и так далее. Наоборот, таких продвинутых учеников очень полезно иметь в классе. Это будет ваш помощник, за которым будет тянуться класс. Представьте, если у вас в классе будут такие все, это будет вообще просто шикарно. Вот если все, целый класс, допустим, вот вся подгруппа из детского сада, знаете, когда иногда детский сад в какой-то определенной школе примыкает, да, и эти дети все ходят, например, в подготовишки в одну и ту же школу, а потом большая часть из них идет и приходит все-таки туда в первый класс. Вот где подарок учителю. Да, шик, согласна. Вот так, коллеги. Я рассказала, в принципе, все, что на сегодня подготовила касаемо темы, где можно еще посмотреть примеры, недостижимый идеал. Да, действительно, это мечты. Но, тем не менее, мечтать нужно о хорошем. Бесплатную брошюру английский язык для дошкольников с еще дополнительными страничками можно скачать по ссылке, которая есть на слайде. Вы можете ее, в принципе, найти на форуме в разделе «Ресурсы». Можете почитать тему, посвященную «12 шагам к английскому языку» или «Стихи и загадки». И там, и там выкладывалась брошюра. Можете там ее скачать. То есть вот, пожалуйста, она есть. В ней страничек, конечно же, больше, чем мы показываем на вебинарах и семинарах. Посмотрите, здесь около 70 с лишним страниц. То есть сколько там всего. Там целые занятия есть, мы клали. Так что, в принципе, чтобы полистать и понять, как построить свой урок по этим пособиям, пока еще, допустим, вам пособия идут где-то по почте, в нашей любимой почте России, то у вас это время будет занято. Сейчас актуально введение в летних и пришкольных лагерях кружков по разным предметам. А здесь все в деятельности преподносится. Детям так интересно будет, мне кажется. Согласна с вами. Я подготовила ответы на часто задаваемые вопросы, чтобы немножечко, может быть, предугадать. Не знаю, не очень следила за чатом, может быть, какие-то вопросы уже были и на них ответили, но я все равно повторюсь повторением от учения. Есть ли книга для воспитателя, учителя, родителя, пособия для дошкольников? Да, они есть. В каждом пособии из курса «12 шагов к английскому языку» есть книга для воспитателей, родителей. В пособии о стихе и загадке Юрия Геннадьевна Курбанова и пособиях с мобильным приложением Алексея Васильевича Конобеева есть подробные методические рекомендации. Вот так они выглядят. То есть, смотрите, я вот даже еле-еле уместила, да, эти две странички на одном слайде. То есть, все-все-все у нас очень подробно написано, как построить занятие с той или иной книжкой. Какой значок что будет обозначать, что следует сделать, как помочь вот здесь ребенку, когда, какое за каким задание лучше поставить и так далее. То есть, очень-очень подробно все расписано, очень удобно пользоваться. Следующий вопрос, часто задаете вы, коллеги, это «Есть ли аудио?» Хороший и правильный вопрос, потому что аудио есть. В каждом пособии курса «12 шагов к английскому языку» вложен диск. То есть, когда вы покупаете пособие, вы его покупаете, запечатанное в пленку. Посмотрите, вот он, диск вложен внутри, да, видно, что блестит пленка. То есть, диск вот так каждому отдельно книжке он есть. И что касается остальных пособий, о которых я сегодня говорила, то там сзади есть QR-коды, да, вот я с собой захватила. Пожалуйста, пособие Алексея Васильевича на белые цвета. И здесь есть QR-код, которым вы, соответственно, можете просканировать и перейти на страничку, где будет приложение мобильное. И уже в нем будет, соответственно, все озвучено. Можете пользоваться. Где скачать мобильные приложения? Опять же, вы используете либо QR-код на обороте пособия, либо через поиск в магазине вашего мобильного устройства. Да, вот, в зависимости от того, на какой платформе у вас мобильный телефон или планшет. Следующий вопрос. Где можно купить? Тоже часто. Купить можно и в книжных магазинах, и в интернет-магазине издательства. Титул адрес перед вами на слайде. Адрес интернет-магазина. И последнее. Это какую литературу можно дополнительно почитать по обучению дошкольников английскому языку. Ну, вот, что касается сегодняшнего нашего вебинара, то я использовала труды авторов Анищик о психологических аспектах, Вронской по обучению в детском саду и Подьякова о мышлении дошкольников. Также и других, да, в том числе вот в данной презентации были вот из работ трех авторов мысли. У меня на этом все. Есть ли какие-то у вас вопросы по теме нашего вебинара? Ко мне. Арислав Петрович как раз ответил на вопрос, который я не успела прочитать про лингофонный кабинет. Скажите, а видео потом можно еще посмотреть? Да, можно будет. Они доступны, выложены на ingressitures.ru Так, нужно ли регистрироваться? Регистрироваться для того, чтобы посмотреть видео. Если я не ошибаюсь, то чтобы скачать презентацию, вам нужно быть зарегистрирован на форуме, а чтобы перейти по ссылке на видео, кажется, нет. На всякий пожарный лучше зарегистрируйтесь, это занимает одну минуту. Есть ли ограничения для детей к набору групп? Например, дети с нарушением речи. Здесь зависит от региона, от того, какое это учебное заведение, в принципе, да, да и вот, да, набор групп. Опять же, как правило, педагог приходит, какие дети есть в той или иной, например, детсадовской группе, с теми он и будет заниматься. Просматривала на сайте видео, но ничего не нашла. Возможно, Ольга, посмотрели не в том разделе. Советую вам зайти на www.english-teachers.ru форум, открыть там, да, вы на главную страничку попадаете, перейдите там на форум. Видео 2012-2013. Нет, там видео все выложены до самого-самого последнего. То есть, соответственно, вы если откроете первое сообщение в разделе в теме видеозаписи с вебинаров, да, то будут у вас там все-все-все-все-все. Да, возможно, вы не там смотрели. Но я надеюсь, что сейчас коллеги дадут ссылку на форуме, где это все можно найти. Я, в принципе, вижу, что вопросов ко мне больше нет. Коллеги, мы тогда будем давать код для генерации сертификата и слайд с информацией о том, как сгенерировать себе сертификат. Коллеги, код в чате. Слайд у вас есть. Как получить сертификат, я с вами буду прощаться. Спасибо вам большое за внимание и всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok